Здравствуй, дорогой друг! Обвиняли нас тут в том, что мы домашние панки, мол, совсем из дома не выбираемся. А вот и выбрались под солнышко, под замечательное летнее солнышко. И сегодня здесь и проведем этот выпуск. И сразу к релизам. Сергей Гончаров из города Санкт-Петербург под псевдонимом Octomate обзавелся таким хорошеньким EP под названием Flawless. По-хорошему попсовая, добрая электроника, не лишенная атмосферности, а главное, ритмичности. Отличный подарок для северной столицы и всех любителей какой музыки? Электронной музыки. Еще один очень важный электронный релиз от коллектива Getto Girls. Это прощальный EP «Смирение». Стихотворение под моноритмы от психоделической команды, посвященное остросоциальным темам и персонажам от проституток до детей. Интересно, так что слушай. North Groove Keeper of the Samples дебютный альбом сольного проекта Юрия Нестерова, гитариста и основателя группы Jennifer. Танцевальная, мейнстримовая электроника для самых модных ребят. А вот и постпанк. Постпанк подоспел. Мелодичный и лиричный постпанк от коллектива «Тело Раи». Мне больше нравится «Тело Раи», хотя кому-то нравится «Тело Рай». Не суть. В релизе, который называется «Кормление», ребята попытались рассказать абстрактными словами о своих не менее абстрактных ночных кошмарах. К тому же коллектив уже успел засветиться на чешском лейбле «Героин Бутик». Узор Траф. Ты думаешь, я брежу? А вот и нет. Узор Траф – это коллектив, который нам подарил замечательный альбом «Музыка для души». Как ты, дорогой друг, мог догадаться, это регги-альбом для тех, кто ностальгирует по старым добрым временам этого жанра. «Все впереди, чувства новые, быть может, хочешь, ладь, ты, прикосновенье своей коже». Ладно, что, поехали дальше. Новосибирская группа Military Cats с их альбомом Wasteland, а записанная в нынче модной эстетике лоу-фай. Крутой панк, но ты мне все равно не поверишь, сколько бы я об этом ни говорил. Поэтому лучшим послушай, поверь мне. «М.Вай» со своей пластинкой «From Z» – необычный альбом от молодого экспериментатора, вышедший на лейбле «Героин Бутик». «Чилвейв», «Инди-поп», «Сол» и «Эмбиент» – все это сливается в замечательную монохромную картину. Нетривиальные музыкальные решения и отличная работа с саундом – вот то, что отличает этого исполнителя от других англоязычных исполнителей нашей страны. Молодая московская группа «Кофта Фата» или «Кофта Фата», ранее известная как коллектив «Кенгуру» выпустила альбом «Отражение». А в этой группе нас привлекает разнообразие решений. Видимо, ребята до сих пор еще сами не поняли, в какую им сторону идти, ведь могут они многое. Видимо, поэтому и с названием у нас возникли некоторые неопределенности. Геймгейт со своим альбомом «Фантастик Романтик». Последнее время музыканты, играющие в стиле «Чип-тюн», все чаще стали попадать в музыкальные паблики, а весной случилось настоящее обострение. Пластинка на фоне этого восьмибитного безумия выглядит более чем достойно. Всем любителям подобной музыки обязательно понравится. Лауреат премии Сергея Курёхина, известный в богемных кругах музыкант Александр Белков, опубликовал второй релиз своего проекта «4-4-4». А как он называется? Прочитай сам. Как и на прошлом своей пластинке, музыкант экспериментирует с IDM и техно. Атмосферненько, забористо. Привет, лейблу, бастер, фунетюдс. Ну а на этом всё. Как ты знаешь, на Хрущевке вышел новый проект «Против всех». Спорожди нового, сочного, эксцентричного выпуска, а также выпуска программы «Живьём» на репетиционной точке у ребят. А всё остальное, вкусненькое и сладенькое, что ты уже полюбил, будет также постоянно выходить. Так что, чтобы быть в теме и знать, что происходит в музыкальном пространстве, следи за Хрущевкой. А в новостях сегодня на этом всё. Пока! Что ты хочешь, бля? Раз уж ты всё не сводишь с меня глаз, тогда напомню тебе, подписывайся на канал, заходи на наш сайт, на наш твиттер, инстаграм, и на все плюшечки. Будь кошечкой! Всё, отстань от меня! Всё, отстань от меня! Садь от меня! Уйди от меня! Всё, отстань от меня!